Помимо Пермского края, еще пять регионов России, Самарская, Нижегородская, Новгородская, Воронежская и Курская области с сегодняшнего дня досрочно вышли на режим нерабочих дней. Чем вызвано такое решение? Как жители реагируют на нововведения в общественных местах? Много ли вообще людей на улицах? И главное, как локдаун переживает бизнес? А во всем об этом предлагаю узнать у наших коллег на связи с РБК Пермангелина Яхонтова, корреспондент отдела телепрограмм телерадиокомпании СЭИМ, город Курск, и Евгения Орлова, шеф-редактор РБК Нижний Новгород. Коллеги, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Ну давайте вот разбираться, да. Ангелина, вот расскажите, с чем вообще связано введение досрочных нерабочих дней на неделю раньше, чем в России? У нас, например, в Пермском крае это вызвано тем, что у нас даже глава Минздрава заявляла, что то, что происходит в больницах, это настоящая война. Очень печальная ситуация с заболеваемостью. Да, но на самом деле у нас в регионе ситуация не сильно отличается от вашей, насколько я понимаю. И в Курской области с 25 октября по 7 ноября включительно действительно ввели нерабочие дни. И на такие меры губернатору Роману Старовойту пришлось пойти, потому что ситуация с распространением коронавирусной инфекции близка, к сожалению, к критической. И на сегодняшний день, вот у нас по данным оперштаба, 311 заболевших. Это очень много для нашего региона. И коечный фонд заканчивается. Но места все равно стараются открывать в больницах. Но вот жители переживают, власти переживают. Поэтому у нас вот такая ситуация. Спасибо. Евгения, а у вас как обстоят дела с заболеваемостью? Вот я скажу за Пермский край, у нас больше 600 случаев в день. Да, добрый день. У нас тоже очень сложная ситуация сейчас эпидемиологическая в регионе. И проблема в том, что заболеваемость растет. И антирекорд по количеству заболевших обновляется практически ежедневно. Уже, наверное, пару недель такая ситуация. И, например, вот по данным за последние сутки на сегодняшний день зарегистрировано 769 случаев заболевания. И, ну, на самом деле все больше и больше заболевших. Поэтому ситуация, на самом деле, очень сложная. И пугает то, что растет не только число заболевших, но и число смертей. Это тоже антирекорд. И он практически ежедневно обновляется. Вот буквально за последние сутки еще 42 человека скончались. И, на самом деле, статистика, она пугающая. И тоже, о чем говорили коллеги, проблема коечного фонда уже просто заканчивается. Сейчас коечный фонд в больницах. То есть резерв еще есть, но уже просто мало ресурса. Более 9 тысяч коек для больных с коронавирусом сейчас развернуто в регионе. Ну и, на самом деле, уже просто еще немножко и, действительно, будет заканчиваться коечный фонд. Но проблема не только в этом. Есть еще одна причина, по которой власти приняли решение раньше начать вот эти нерабочие дни. Это недостаточный темп вакцинации и несоблюдение гражданами масочного режима. Тоже сейчас призывают и губернаторы, и глава Минздрава использовать эти дополнительные выходные дни для того, чтобы пройти вакцинацию. Все пункты вакцинации будут работать и не только в медицинских организациях, но и в торговых центрах, где сейчас не работают магазины. Но пункты вакцинации открыты в торговых центрах тоже. Да, вот что касается, что открыто, что закрыто. Ангелина, расскажите, у нас вот, например, торговые центры сейчас только по QR-кодам пускают. Ну, точнее, для совершения покупки нужен QR-код, а так в свободном доступе общепит полностью работает по QR-кодам, даже на вынос. И что касается фитнеса, ну, это у нас уже давняя история, там, несколько недель. Ну, у нас две недели назад ввели QR-коды в торговых центрах, развлекательных центрах. В принципе, сейчас можно куда-то пройти только по QR-кодам. Точнее, так было до сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня, поскольку у нас нерабочие дни ввели, QR-коды не требуют только в продовольственных магазинах, аптеках, магазинах, где продаются зоотовары. В магазинах, где детское питание могут приобрести родители. Фитнес-центры у нас работают с минимальной загрузкой. Работа цирка приостановлена. Ну, вот театр тоже, 50-процентная загрузка допускается, естественно, при соблюдении всех противоэпидемиологических норм. В целом, общий пит у нас не работает, у нас очень строго за этим следят. Рейды масочные у нас проходят ежедневно по торговым центрам, по магазинам небольшим. Также в общественном транспорте следят за тем, чтобы как пассажиры маски носили, так и водители. К сожалению, составляются у нас протоколы, административная ответственность. Курян настигает, так скажем, не все с этим согласны, но мера вынужденная, но приходится смиряться. Да, вот Евгений, аналогичный вопрос. Что открыто, что закрыто на сегодняшний день? Да, с сегодняшнего дня у нас закрыты торговые центры, то есть работают только супермаркеты, продовольственные магазины и аптеки. Закрыты кинотеатры и театры. Ну, некоторые учреждения культуры продолжают работать, в частности, работают музеи, но доступ туда разрешен только по QR-коду. Спортивные учреждения также работают, работают и фитнес-центры, и детские спортивные секции, но только по QR-коду вход туда. Учреждения общепита закрыты, работают только на доставку, то есть даже на вынос не работают, а работают только учреждения общепита, которые находятся в аэропорту, на вокзалах и на предприятиях. работают столовые. В школах начались каникулы с сегодняшнего дня, ну а в детских садах работают дежурные группы. Что касается мер поддержки бизнеса, расскажите, какая это поддержка оказывается или все-таки, вот как у нас в Перманском крае заявляют власти, что мы же вас не закрываем, мы просто вводим ограничения, поэтому поддержки нет. У нас нет, у нас власти заявляют о том, что будет поддержка бизнеса, в первую очередь малому бизнесу, поскольку крупные промышленные предприятия продолжают работать и здесь какого-то спада в экономике не ожидаются. Страдает мелкий и средний бизнес, то есть небольшие магазины, которые как раз сейчас вынуждены приостановить работу, а для этих компаний будут меры государственной поддержки в размере одного мрот на каждого сотрудника. Спасибо. Ангелина, вот у вас как и вообще как бизнес реагирует? У нас, например, очень популярная практика в Перманском крае открытые письма к губернатору с просьбой их открыть. Да, у нас такая практика, была заметна еще в первую волну, если так можно сказать, волны не прекращались. Да, весной еще 2020 года и летом 2020 года тоже бизнесмены обращались к представителям власти с просьбой оказывать им поддержку, и поддержка была оказана, и в этот раз ничего не меняется. Бизнесмены курские, конечно же, особенно взволнованы, наверное, больше остальных, потому что все-таки это прибыль, работа. Но курским предпринимателям обещают оказать поддержку как на федеральном, так и на местном уровне. К примеру, на недавнем заседании областного оперштаба решили снизить налоговую нагрузку. На 30% снизят ставку по транспортному налогу для пассажирских перевозчиков. Также будут послабления и для арендаторов. Пока вот у нас так. Спасибо огромное. И последний такой тоже общий вопрос. Как вообще ощущается первый день нерабочей недели у вас в городе, в регионе? Много ли людей на улицах или же все плачевнее? Там, может быть, вообще никого нет? Ну, если говорить про Курск, если брать вот именно город Курск, не область, в принципе, я могу сказать, что людей на улицах не стало меньше. Они не ходят в развлекательные центры, но они гуляют. Погода у нас, в принципе, позволяет. Большинство людей все-таки ходят в масках, даже на улице. Я, например, сама становлюсь свидетелем. В торговые центры, в непродовольственные магазины охранники не пускают, даже при наличии QR-кода, даже если их очень попросить. Сами пробовали, ставили эксперимент. Действительно, все соблюдается. Что могу сказать про мнение Курян? Мнения полярные. Половина за ограничение, за введение ограничений половина, категорически против, потому что нерабочие дни скажутся на семейном бюджете. Поэтому прийти к консенсусу среди жителей пока не удалось. Одни за, одни против. Ну, видимо, это во всех регионах так. Да. Евгения, у вас как первый день проходит? Ну, на самом деле, я бы тоже не сказала, что меньше стало людей на улице или меньше стало людей в общественном транспорте, потому что все равно достаточно много предприятий, организации продолжают работать сейчас в обычном режиме. Ограничения касаются каких-то торговых центров и какой-то развлекательной части. Но на самом деле бросается в глаза, что люди стали гораздо серьезнее относиться к соблюдению масочного режима. В общественном транспорте сейчас практически уже не встретишь человека без маски. А в продовольственном магазине тоже люди заходят в маске в основном. Ну, вот вчера, как-то накануне вот этих дней дополнительных выходных, люди очень активно в социальных сетях делились своими впечатлениями от посещения театра, кинотеатра. Как-то старались друг друга поддержать, чтобы сейчас в течение двух недель придется забыть об этом. Ну и как-то сейчас все мысли, все усилия направлены на то, чтобы выйти из этого периода нерабочих дней. Ну, на самом деле, с каким-то смыслом для того, чтобы после 7 ноября уже действительно был какой-то смысл от того, что сейчас в течение двух недель сидели по домам. И сегодня у нас главный санитарный врач региона обратился к нижегородцам с просьбой воздержаться от поездок в другие регионы, да и в целом ограничить контакты, а больше гулять на свежем воздухе. И поэтому, да, ждем окончания временных этих ограничений, ждем 7 ноября и ждем уже новой реальности. Да, спасибо вам огромное, коллеги, за телемост. Евгения Орлова, шеф-редактор РБК Нижний Новгород и Ангелина Яхонтова, корреспондент отдела телепрограмм телерадиокомпании «Сэйм», город Курск. И обсуждали мы, как в Нижегородской и Курской областях проходит первый день нерабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин